Здравствуйте! Сегодняшнее короткое видео будет о цветении листьев синполий. То есть о цветении листьев, которые мы посадили, чтобы получить от них деда для размножения, а они взяли вместо этого и зацвели. Есть одна только причина, по которой можно оставить цветочки у таких листьев. Это если у вас лист какого-то фантазийного сорта. И вам совершенно понятно, из какой детки выходит цветонос. Вы можете дать зацвести одному цветочку, чтобы убедиться, что эта детка цветет по сорту, и удалить тот же цветочек. Либо убедиться, что это спорт, и удалить всю детку, чтобы она не ослабляла лист, и он был способен дать еще много деток. В всех остальных случаях цветочки нужно удалять, причем на самой ранней стадии, как только вы заметили, что там образовались бутончики. Почему такое происходит? По моему мнению, это исключительно особенность сорта. Вот перед вами сейчас 5 стаканчиков с листьями одного сорта. Это наша новинка, да и спироженка. И она себя ведет именно таким образом. Листья, которые я посадила, сколько бы ни было этих листьев, это может быть 10, 20, 30 листьев, и все 100% листьев, сначала будут цвести. Одной волной я сорву эти бутоны. У них будет вторая волна, букетное цветение листьев, так скажем. И лишь когда вторая волна закончится, только тогда они вспомнят, а, мы же должны деток давать, и начнут этим заниматься. Вот может быть так, что сначала там просто цветоносы, никаких зачатков деток, вообще никакого намека на детки нет. Просто цветоносы. Вот здесь вообще интересно. Цветоносы развились, распустились. Под субстратами я их только что вытащила оттуда. Вот цветоносик, даже, вернее, бутончик подгнивший, потому что он распустился, он свел, находясь в субстрате, так сказать, лицом там. Мы обязательно удаляем все бутончики. Все удаляем. Причем это я дала им немножко распуститься, не только потому что прозевало, а еще думаю, ну ладно, я же видео буду на эту тему снимать. А так делать нельзя. Если же цветы не удалить и любоваться листьями цветущими, то чем дольше вы будете ними любоваться, тем меньше деток даст лист. Возможно, он вообще все свои силы потратит на цветение, и деток вы можете не дождаться. Ну, скорее всего, он даст нам все-таки какую-нибудь одну или две несчастных деточек. Поэтому, если вы хотите иметь нормальное подобство от своих листьев посаженных, то удаляйте цветочки, как только вы обнаружили, что там вместо деток или вместе с детками появились бутончики.